Что считается вежливым в США, но грубым в других странах? Дружок, у нас в Телеграме вышел эксклюзивный, очень-очень-очень грязный выпуск, тебе понравится, гарантирую. Ссылка в закрепленном комментарии, иди смотри. США принято, чтобы официант давал вам счет, когда, по его мнению, будет видно, что вы закончили трапезу. Он подходит к вам и спрашивает, принести ли вам счет, и дает вам его, если вы отвечаете «да». В то время как в других странах почти везде нужно самому просить счет, потому что дать его клиенту без предварительной просьбы все равно, что сказать ему «уходи». При этом принести счет прямо перед закрытием заведения – совершенно нормальная практика. Это вежливый способ сказать компании, чтобы она сваливала. Давать чаевые. К примеру, в Бурунде, если вы даете кому-то чаевые, то подразумевается, что этот человек бедный и не может выжить самостоятельно. Я уверен, что в мире есть и другие страны с подобным мировоззрением. То же самое касается и Японии, в которой я бывал несколько раз. Хоть в США я без проблем оставляю чаевые, зачастую здесь это воспринимается как обязанность. Так что отсутствие необходимости давать чаевые в какой-то степени развязывает мне руки. Не то чтобы это было грубо, просто в Японии этого не понимают. Если вы оставите чаевые в ресторане, то официант догонит вас и скажет, что вы забыли сдачу. Мне рассказывали, что в некоторых странах знак мира с тыльной стороны ладони, обращенной к собеседнику, означает «пошел нахер». Это правда, в Англии это считается очень грубым жестом. Ви. Да как ты смеешь? Успокойся, это внутренняя сторона. Вот за что мой муж, не являющийся американцем, назвал меня варваркой. Пью горячий кофе за ужином, это дико и странно. Не снимаю сразу же обувь, когда захожу в дом. Пью холодный кофе и прошу налить его в стакан с собой. Скандинавы очень серьезно относятся к кофе. А вот какие замечания он сделал, пообщавшись с моей американской семьей. Они всегда спрашивают, как дела, вместо того, чтобы просто поздороваться. Они намного громче, чем все остальные, за исключением британцев, приехавших на отдых. Те реально представляют собой самую беспредельную компанию туристов, с которыми только можно очутиться в одном заведении. Ха-ха, никогда не спрашивайте скандинавов, как у них дела. Они дадут вам реальный ответ, независимо от того, хорошо у них все или плохо. Улыбка. В США это обычное проявление вежливости, но побывав в Иордании, я поняла, что там улыбка женщины презирается и считается чем-то немыслимым. Ага, как хорошо, что я мужчина. У нас, у канадцев, есть такое же качество, как и у наших американских соседей. Мы считаем улыбку признаком вежливости, и поэтому мы часто улыбаемся. Однако люди из других стран, вроде русских и немцев, склонны считать, что наша улыбка не искренняя. А тот, кто улыбается, наверняка замышляет что-то недоброе или злорадствует. Во многих странах считается ужасно оскорбительным называть человека старше себя по имени. К тому же обращаться к начальнику по имени тоже считается не очень хорошей практикой. И сотрудникам рекомендуется обращаться к начальству сэр-мадам. Да, на международном уровне между сотрудниками и начальством бывают действительно очень разные отношения. И это довольно интересно. Как-то раз я был на совещании в американском филиале итальянской компании. Когда туда пришли несколько итальянских руководителей. Вы бы видели выражение их лиц, когда один из подчиненных высказал мнение о том, что какая-то из их идей является далеко не лучшей. Ездить по правой стороне дороги. В Великобритании все сигналят и матерятся на тех, кто так делает. А я матерюсь на людей, которые ездят по левой стороне. Так что у нас возникает баланс. Зрительный контакт пристально смотрит. А как я еще могу заявить о своем превосходстве? Помочиться. Большинство людей за пределами США не знают этого. Но наиболее вежливым и социально приемлемым способом приветствия является немедленное ублажение человека ртом. Если вы являетесь представителем культуры, в которой это как-то табуировано. Я настоятельно рекомендую вам преодолеть свои сомнения и попробовать. Ваши американские товарищи, у которых вы гостите, будут крайне впечатлены. Отличная попытка. А что, в остальном мире это не является нормой? Вот же дикари. Случай произошел в Греции. Мой отец поднял руку, чтобы поблагодарить водителям машины, которая пропустила нас. Мы из Великобритании. После того, как те посигналили нам, мой дядя, который живет в Греции, сказал, что это означает что-то вроде «пошел нахер». Да, таким образом ты буквально приклинаешь человека. Просто поднять руку и помахать ею не проблема. Но сделать это типа «давай воображаемую пятюню» это оскорбительный жест. В Америке этот жест является аналогом слова «хай». Мы считаем людей, которые не машут в ответ грубыми. Не знаю по поводу вежливости, но в Штатах спросить, чем человек зарабатывает на жизнь, это социально приемлемая тема для светской беседы. Во многих местах это считается оскорблением. Честно говоря, в США этот вопрос постепенно приобретает грубый оттенок, поскольку молодое поколение начинает отходить от определения своей жизни с помощью работы. А многие сидят без работы, так что в итоге вопрос оказывается неудобным. Я тоже это заметил. За последние несколько лет, особенно в период экономического кризиса, мы с моими друзьями, которым 20+, перестали задавать друг другу вопросы о работе. Потому что, по крайней мере, один из нас в тот или иной период времени является безработным, так что становится неловко говорить о работе. Большая часть из нас работает только ради денег, а не ради карьерного роста или любимой сферы деятельности. Так что это опыт, о котором нет желания говорить. Но когда я разговариваю со своими родителями, они всегда хотят знать про работу. Они могут быть незнакомыми с кем-либо из моих друзей. Но если в середине рассказа я вскользь упомяну Фила, они спросят о нем, и второй или третий вопрос будет о том, кем он работает. Иногда я даже не знаю, кем, черт возьми, работает Фил. Я индиец. Я бы привел в пример переезд от родителей. Западный мир считает, что в зрелом возрасте нужно обязательно съезжать из дома родителей. В то время как большинство индийцев остаются в своих семьях и в конечном итоге заботятся о своих родителях. Мне кажется немного странным, что американцы считают чем-то кринжовым, когда люди, достигнув определенного возраста, все еще живут дома с родителями. Чтобы вы понимали, все мы когда-нибудь съезжаем от родителей. Но у нас не считается позорным продолжать жить с родителями, если это необходимо. Здесь, на Западе, такая ситуация говорит о том, что ты незрелый как личность. Кроме того, если твои родители вынуждены полагаться на твою поддержку, то они, как правило, считаются слабыми, бедными и неспособными позаботиться о себе. К тому же человеку, как правило, хочется жить вне всякого влияния других людей. Жить под родительским крылом означает, что человек склоняется перед их волей. Или что он не способен найти свой собственный путь, желание чего-то добиться. Я не говорю, что меня это как-то задевает, но это то, что я слышал. Я как британец могу сказать, что мне не очень приятно, когда на мое thank you американец в ответ говорит не you are welcome или no problem, а просто ага. Мне кажется, что это грубо, хотя я знаю, что человек не пытался меня нагрубить. Это трудно объяснить, но в Америке слова you are welcome в большинстве ситуаций звучат слишком формально и как бы говорят о том, что человек должен быть благодарен. Как бы на подсознательном уровне в этих словах читается смысл радуйтесь, что я сделал это для вас. В отличие от «мне приятно, что я сделал это для вас», которое мы обычно имеем в виду. Прошлым летом я провел несколько недель на Аэроби, Кения, и узнал там несколько вещей. К примеру, то, что жест окей является там крайне вульгарным. Возможно, в некоторых других странах также. Я вел урок христианства для пятилетних детей, как в моменте я сделал паузу и использовал этот жест рукой. Они все начали смеяться, а один из них чуть не упал со своего места. Именно после того случая я выбрал для себя свой никнейм. Заднего ряда прошептали Шитане Мзунгу «Белый дьявол» на Суахиле. Сотрудник ездил на время в командировку в Индонезию. У него дома проходила рабочая встреча с коллегами. Три мужчины, две женщины, все они были из других стран. Он не придал этому никакого значения. На следующий день к нему зашел соседский старейшина и сказал, что это нехорошо, что у него в доме ходят женщины, которые не являются его женами. Он сказал, что старейшина не угрожал ему напрямую, но подтекст был достаточно ясен. Так больше не делай. Не уверен, что это подходит под категорию вежливости, но большинство американцев ходят дома в обуви, а у нас так не делают. Я американец, работающий в Турции. Менее чем за год три человека спросили меня, правда ли, что мы ходим дома в обуви. Такое впечатление, что мы делаем что-то непонятное. Для меня, как иммигранта и натурализованного гражданина США, это до сих пор непонятно. Танзания. Здесь никто никогда не снимает обувь, только если не находится дома один. Люди не снимают обувь ни в чужом доме, ни тем более в общественном месте. Встав утром с постели, ты сразу же надеваешь тапочки, а некоторые женщины даже не позволяют своим мужьям видеть их ноги. В последние несколько лет ходить в носках стало более приемлемо, но многие по-прежнему считают это табу. За 24 года брака мой отец сказал, что видел ноги моей матери дважды, и оба раза это было случайно. Если ты идешь в бассейн, то есть специальная обувь, которую нужно надеть. Однако в районах с низким уровнем дохода в бассейне можно увидеть всех 50-терых детей в кроссовках. Шутки про маму. В США это нормально, не для всех, но это довольно распространенная фигня. Здесь, в России, это табу. Самое жестокое оскорбление у нас считается «я ебал твою маму». И лучше не говорить такого челу с Кавказа. У них у всех ножи и пистолеты. Изменено. Да, тут нет ничего про вежливость, но я думаю, что это довольно интересный пример. Не знаю, так ли это распространено в наши дни, но я рос в США, и там я быстро усвоил, что чернокожие не шутят друг с другом о мамах. Спасибо за вашу службу. По моему опыту могу сказать, что Великобритания это крайне неловкий способ поблагодарить солдата. Я сам не военный, но я знаю людей, которым такое говорили. Эти слова воспринимались ими так, будто человек, сказавший это, пытался таким образом похвалить себя за то, какой он благодарный. Это плохо. Я, как бывший военнослужащий ВВС США, могу сказать, что мне неловко, когда мне такое говорят. Кажется, я никогда не смогу нормально на это ответить. Что нужно отвечать на такое? Пожалуйста. Я бы еще хотел упомянуть один момент. То, как американцы общаются с профессорами и преподавателями. Я индус, который учится в аспирантуре в США. Я считаю, что порой манера общения здешних студентов с преподавателями граничат с неуважением. В Индии к преподавателям относятся с большим уважением. Поэтому то неформальное общение, которое есть здесь между студентами и преподавателями, меня немного пугает. Помню, как в какой-то из дней в первые две недели преподаватель устроил нам контрольную. Это была третья контрольная подряд. Один из студентов воскликнул. Профессор, еще один тест. Имейте совесть, профессор. Клянусь, в тот момент я думал только о том, что этого парня сейчас выгонят из класса навсегда. Отправят домой и вышвырнут из университета. А профессор посмотрел на него, улыбнулся и даже рассмеялся. Более того, он согласился, что третья контрольная подряд это действительно перебор. Но заверил всех нас, что делает это только для того, чтобы мы лучше усвоили материал. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что считается вежливым в США, но грубым в других странах. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока.